Тему энергетики и энергетической безопасности сейчас обсудим с Алексеем Оржелем, с нами на связи руководитель сектора энергетики, Офиса эффективного регулирования, бывший министр энергетики Украины. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, на фоне этих рекордных цен на энергоресурсы, страны Европы уже потратили около 280 миллиардов евро на разнообразную поддержку своих потребителей, но так ведь продолжаться долго не может. И вот сейчас Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, инициирует срочную встречу министр энергетики, чтобы обсудить возникшую острую ситуацию в энергетическом секторе. Как вы считаете, план «Б» на случай полной отмены поставок газа из России в Европе есть? Они смогут перезимовать? На самом деле действительно актуальная встреча, потому что Европа готовилась, готовилась к проблемам с поставками, Европа готовилась к тому, что «Газпром» будет шантажировать. С другой стороны, не все так гладко. Есть, например, та позиция, что некоторые потребители не нашли себе альтернативных поставщиков. Например, ситуация с ГААГой. Вот город не нашел себе альтернативных поставщиков. Поэтому действительно, если есть ситуация проблемная на уровне бизнеса, надо собирать и мобилизировать правительства европейские для того, чтобы они нашли альтернативные поставки, нашли какие-то варианты решения этих проблем. Потому как «Газпром» будет и дальше давить. Это объективная реальность. И «Северный поток-1», скорее всего, что не будет запущен. Может, будет запущен, но с прерываниями в поставках. То есть надеяться на то, что это будет стабильный источник, ну как бы уже ни у кого нет иллюзий. Если же говорить о экономических рисках, сейчас это даже больше вопрос, потому что, например, для потребителей европейских, европейские правительства пытаются найти решения, пытаются компенсировать затраты на энергетические ресурсы, как-то датировать население, то бизнес страдает очень сильно. И как раз для бизнеса, для того, чтобы его поддержать, для того, чтобы он был способен встретить те вызовы и способен быть конкурентоспособным на мировых рынках, такие встречи очень важны. Искать альтернативные источники. Ну и давайте не забывать, что Европа уже приняла план по тому, как избавиться от газа из России. Но воплощение этого плана, внедрение этого плана требует определенного времени. И пока исторически «Газпром» не исчезнет с рынка Европы, все-таки нужны такие чрезвычайные встречи и чрезвычайные меры по решению этих вопросов. Алексей, то есть на этой неделе было сообщение, что газохранилища европейских потребителей заполнены на 80%, все-таки недостаточно этого для европейских потребителей, чтобы успокоиться. Этого мало. Ну это 80, смотрите, это 80 плюс уже даже. На самом деле то, что у нас цена 3300 на европейских хабах, а на Henry Hub, Henry Hub это американский хаб, который также торгует газом, а дальше он может быть поставлен на европейские рынки, цена может быть в 5-7-8 раз меньше, чем на европейских хабах. Это есть определенный элемент истерии в Европе, особенно они реагируют на новости из «Газпрома». Это спотовые цены, так называемые, которые действительно очень активно реагируют на ситуацию в моменте. С другой стороны, есть долгосрочные договора, есть цена, которая в этих долгосрочных договорах действительно растет. Она растет, у нас частично формула связана со спотовыми ценами. С другой стороны, это, конечно, не 3300, которые мы видим сейчас как шоковые уровни цен исторические. Поэтому есть определенная истерия. С другой стороны, наверное, она должна со временем уйти и с ближайшим временем уйти, понимая, что Европа диверсифицируется, Европа нормально закачалась объемами для прохождения отопительного сезона. Но чем больше будет таких вот новостей, которые триггерируют достаточно истерическое поведение трейдеров, мы еще будем свидетелями таких больших цен. Снова-таки, это же не цена такая, которая определяет рынок. Это цена спотовая, которая была определена из-за каких-то негативных новостей на рынке. А знаете, что еще вызывает истерику? Что вот пока в Европе стремительно растут цены на энергорастители, Россия сжигает огромное количество природного газа. Это утверждает аналитическая компания Ristet Energy. Там изучили спутниковые снимки и увидели, что российский завод по производству сжиженного природного газа около границы с Финлядией каждый день сжигает топливо примерно на 10 миллионов долларов. Предполагается, что это тот газ, который ранее экспортировался в Германию. То есть, получается, они даже в ущерб себе готовы дальше шантажировать Европу, просто вот так сжигать газ и... Ну, давайте так. Россия – это безумная страна с безумными руководителями. То, что они сделали 24 февраля, ну, здравый взгляд не может оценить. С другой стороны, на самом деле, то, что они сейчас теряют, вот это, как бы, может, небольшие... Так, с нами на связи Алексей Оржель, руководитель сектора энергетика Офиса эффективного регулирования, бывший министр энергетики Украины. И сейчас мы обсуждаем энергетический сектор в Европе, говорим о том, насколько Европа готова к грядущему отопительному сезону и насколько она энергетически защищена. Итак, вы, Алексей, говорили о том, что безумная страна Россия и... Да, да, я к тому, что на самом деле Газпром навсегда теряет рынок Европы. Это рынок премиальный, дорогой, на котором можно зарабатывать много денег. Если же говорить о том, что они сейчас теряют в ущерб себе, да, они не могут законсервировать, это достаточно дорого. И потом это потери в дебетах на скважинах, но, с другой стороны, они теряют деньги. Но Европа понимает, что такой поставщик, как Газпром, который шантажирует своих контрагентов, который ведет себя не с точки зрения надежного поставщика, а с точки зрения политических и геополитических факторов, то есть это не экономический контрагент, это геополитический контрагент. Европа, понимая эти риски, абсолютно адекватно воспринимая и правильно выстраивая свое будущее, будет отказываться от Газпрома навсегда. То есть вероятность, что может быть потом, после этого острого кризиса, европейские покупатели энергоресурсов из России вернутся вновь к Газпрому, она фактически равна нулю. То есть если они уже сейчас... Да, это должен называться не Газпром, а Россия должна уже называться не Россией, а каким-то там содружеством новых независимых государств. Согласен. С августа вступил в силу пятый пакет санкций, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Крупнейшей российской горнодобывающей компании Суэк теперь некому продавать свою продукцию. Сможет ли Россия сама использовать весь добываемый уголь или тоже будет, как и газ, сжигать себе в убыток? Так не достанься ты никому. Не, ну они снова такие. У них есть своя конфигурация генерации, у них есть своя конфигурация и энергобаланса. Они потребляют уголь в тех объемах, которых они потребляли. Есть такая сторона медали, что они в свое время закрыли шахтную разработку угля. Это более дорогое, так как в Украине спускаются шахтеры у нас в шахты, добывают тяжело, дорого. Они более сконцентрированы были на карьерной добыче угля, открытой добыче угля. Это более рентабельно, более дешево, меньше трудозатратно. Но, скорее всего, действительно, с точки зрения того, что они теряют объемы, более того, там есть еще такая завязка с Казахстаном. Казахстан также карьерные места добычи угля, они блокируют и поставки энергоносителей из Казахстана, потому что и с Казахстаном у них проблемы в взаимоотношениях. Скорее всего, они будут пытаться идти и искать альтернативные стончики, и Индия, и Китай, о том, о чем они со временем пытаются говорить. Но мы видим, что есть санкции, невозможно страховать грузы, и на самом деле Россия останется со своим углем сама и со своим газом. Но ведь другая сторона этой неприятной медали для России. В горнодобывающей отрасли работают сотни тысяч людей, это рабочие места, зарплаты, семьи. В связи с этим угольным эмбарго, можно ли ожидать забастовок на предприятиях угольной промышленности в России? На самом деле, да, это будет влиять на доходы людей, это будет влиять на те рабочие места, которые есть. Но мы же видим, что в России закрывается и автопром, в России закрываются целые отрасли, в России уходят, самое главное, высокоинжиниринговые компании, и те компании, которые могли бы приносить добавленную стоимость. Если говорить, например, про уголь, то это просто добыча ресурсов и продажа ресурсов. С другой стороны, да, скорее всего, традиционные угледобывающие регионы станут еще более депрессивными. Они и так были депрессивными. И Россия, кстати, в отличие от Украины, закрывала нерентабельные шахты, не поддерживала их бюджеты. То есть там был действительно достаточно очень тоскливый вид этих регионов. С другой стороны, сейчас это действительно будут просто голодные регионы, с учетом того, что объемов реализации каких-то товаров у них будут приближаться к нулю. И если, например, говорить о каких-то... Ну, есть месторождения на севере, на дальнем севере, но это абсолютно нерентабельно, и те города будут просто вымирать. Я снова хотел бы вернуться в Европу, и вот о чем спросить. Финляндия и Эстония, которые отказались от российского газа после начала войны, теперь будут импортировать его по морю. И с этой целью взял курс на Европу плавучий терминал по приему жиженного природного газа, Exemplar, ранее работавший в Аргентине, и по десятилетнему контракту, теперь он будет снабжать газом Финляндию и Эстонию. Насколько обеспечена Европа подобными терминалами? Понятно, что недостаточно обеспечена. Вот сколько их необходимо, и вообще, насколько это дорогой вопрос, вот подобные терминалы? Ну, терминалы — это достаточно недешевое решение. Более того, это решение, которое требует долгосрочных поставок. То есть как раз вот десятилетний контракт, контрактный на дольше период, они предполагают того, что начинают строиться новые терминалы, используется новая инфраструктура доставки газа. Поэтому именно это про долгосрочные решения. С другой стороны, мы видим сейчас, что, например, тот же интерконнектор, который вот недавно ввели в эксплуатацию между Польшей и Словакией, это как раз направлено на то, чтобы Словакия могла получить потенциально ресурс из ЛНЖ-терминалов в Данске и Свиноусте, которые исторически вот было принято решение Польши закрыть свою связь с «Газпромом», то есть перестать получать энергоресурсы из России. А теперь эта возможность будет и дальше использоваться, например, для ее соседей. С другой стороны, есть турецкий поток, есть источники, которые могут быть задействованы из среднеазиатского газа. Поэтому Европа диверсифицируется, Европа выстраивает абсолютно новую систему газопроводов, и ключевыми элементами этой системы являются ЛНЖ-терминалы. Мы видим решение со стороны Германии, которая заявляет о том, что она также будет строить ЛНЖ-терминалы очень скоро и очень активно. С другой стороны, такие плавучие терминалы в Хорватии есть, вот есть ЛНЖ-терминал, который едет из Аргентины. Но это маломощные, там порядка 2-3 миллиардов кубов в год. С другой стороны, это на самом деле долгосрочные решения, которые, если мы говорим о газопроводном транспорте, «Газпром» доставлял 155 миллиардов. Есть четкий план в Европе, как заместить эти 155 миллиардов, но и такими терминалами, новыми терминалами портовыми, новыми источниками, «Балтик Пайп». Если, например, посмотреть график замены объема в поставке российского газа, то, например, на сегодня плечо подставила Норвегия. Норвегия во многом заместила объемы, которые шли от «Газпрома». Алексей, я еще хотел уточнить, вот раз уж вы вспомнили про этом интерконнекторе, который открыли Польша и Словакия и соединили свои газотранспортные сети в одно едино, только что мы видели кадры, торжественное открытие этой ветки, примерами двух стран. Скажите, ведь определенным образом открываются и новые возможности для Украины ввиду установления вот этого интерконнектора. Какие возможности? С одной стороны, это новые возможности для Украины, с другой стороны, это параллельные возможности, которые появляются и рядом с Украиной, скажем так. Дело в том, что Украина имеет свои газохранилища, которые могли бы стать тем буфером и той, скажем так, подушкой безопасности для европейского рынка. Это те значительные объемы, которые можно закачать, когда газ дешевый, а потом его выдавать в отопительный сезон, когда он необходим, а он не задействован в эту газотранспортную сеть. Это тот объем, который может быть использован до 5 миллиардов, в одну сторону меньше, в другую сторону больше. С другой стороны, есть возможность, и в свое время активно мы это обсуждали, для того, чтобы Польша использовала интерконнекторы, для того, чтобы тот же самый объем, про который мы сейчас говорим, и с Даньской, и с Виноуссией, могло быть использовано через украинскую газотранспортную систему, могло быть также закачано и использованный ресурс украинских газохранилищ, а дальше, например, могло бы поставляться в Словакии. Тут очень важный момент какой? Наличие ресурса, наличие ресурса газотранспортной системы. С другой стороны, понимая наших партнеров и друзей, поляки, словаки, как раз наши друзья, они пытаются тоже диверсифицировать, понимая те риски, которые изначально могут быть в Украине на сегодня. На сегодня у нас война с террористами и с расистами. Поэтому запускаются такие важные проекты. С другой стороны, нет альтернативы и нет такой природной. На самом деле наше газохранилище – это природный ресурс. У наших друзей и соседей такого нет. И снова-таки Украина очень актуальна с этой точки зрения. Алексей, спасибо за ваше разъяснение профессиональное. Алексей Оржель был с нами на связи, руководитель секторной энергетики, офис эффективного регулирования, бывший министр энергетики Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова